Музей под открытым небом, весь Самарский район. Уникальные здания исторического центра переживают второе рождение. 33 фасада уже отреставрированы, в планах к Чемпионату мира по футболу еще 400. Тема обновления города стала одной из ключевых на встрече Олега Фурсова с жителями Самарского района. Власти намерены навести порядок и в сфере ЖКХ. С рынка уходят управляющие компании сомнительного толка, а те, что приходят, будут работать под жестким контролем. Мы вводим электронную систему контролирования, в рамках которой каждая управляшка будет отчитываться о выполненных работах в течение дня, а глава района внутригородского будет видеть, насколько заполняется специальная карта, характеризующая, что те или иные работы выполнены. Кроме этого, там будут фиксироваться все ваши обращения. Это уже четвертая встреча, которую глава Самары проводит в районах. Общение в формате вопрос-ответ эффективно. У жителей есть возможность напрямую озвучить вопрос мэру. И одна из проблем, что волнует, работа публичной библиотеки. В нашем районе находится старейшая библиотека. Это Самарская публичная библиотека. После ремонта фасад дома от библиотеки стала неузнаваемой. И я думаю, что и внутри библиотека приняла, наверное, очень хороший вид. И хотелось бы узнать, когда откроется наша библиотека для читателей. В феврале там стартовала процедура закупки мебели для библиотеки. Я думаю, что в мае месяце, может быть, даже немножко пораньше, перед маем, мы эту библиотеку должны открыть. Вопросы звучат самые разные. О спортивных сооружениях, их в Самарском районе немного, в планах построить две площадки и хоккейную колду. Об аварийном жилье. 360 квартир в ближайшее время будут расселены. И один из самых актуальных вопросов – продовольственный. В феврале этого года на Хлебной площади была устроена ярмарка. Нам, жителям этого района, очень это нравилось. И продукция была приличная, и, в общем-то, и цены вполне доступны. Хотелось бы узнать, нет ли возможности обустроить вот эту площадку таким образом, чтобы вот эти ярмарки круглогодично проходили. Это была инициатива губернатора. Мы к праздникам очень часто такие ярмарки открываем. Я думаю, что если был интерес, и вы хорошо отзываетесь, давайте мы эту ярмарку постараемся сделать более-менее системной. Принято решение сохранить трамвайные пути от Хлебной площади до улицы Пионерской. Раньше их хотели убрать из-за строительства Фрунзенского моста. Кроме того, необходимо решить и проблему нехватки площадок для строительства новых школ и детских садов. Один из старых, капитально отремонтированный детсад на Венцико, скоро снова примет воспитанников. Мы в прошлом году, по-моему, там начали работы, но оказали слабые фундаменты. Это этот садик, кажется, да? Сейчас проект выполнен по усилению. Если мы получим деньги из областного бюджета в этом году, садик будет открыт к концу года. Встреча продолжалась более трех часов. Озвучено более 30 вопросов. Все пожелания взяты на контроль. Городским департаментам даны поручения навести порядок. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Я не буду отвлекать. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова